Спасибо, Татьяна, за такое чудесное представление. Тема сегодня действительно непростая. С каждым годом она становится интереснее и интереснее. Педагоги и родители. Дело в том, что я сразу хочу сказать, что нахожусь по обе стороны этих взаимоотношений. Я являюсь и педагогом, психологом, и в то же время я хожу на собрания как мама дошкольника, как мама школьника средних классов и как мама выпускника. И присутствую на собраниях и как ведущая, и как родительница. Поэтому эта тема, конечно, мне близка. И я знаю, что она горячая. Сейчас конец года, и все заинтересованы как можно лучше, эффективнее и интереснее это провести. И с минимальными потерями, конечно, для себя. Итак, скажу кратко о себе, что я действительно работала почти 20 лет в общей школе. Сейчас я работаю в учреждении дополнительного образования. По-прежнему я психолог, психолог образования и детский психолог. Ну, помимо этого, я сертифицирована и аккредитована Московским гештальт-институтом как психотерапевт. И уже 11 лет руковожу альтернативным проектом семейного образования «Счастливая школа». Часто у нас бывают вопросы, связанные с какой-то моей деятельностью или по ходу движения вебинара, которые вы не успеваете задать в связи с техническим опозданием появления ваших вопросов. Поэтому вот мои контакты. Если что-то вас заинтересовало, и я не успела на них ответить, вы можете задать их и вовне, пользуясь соцсетями. Ну, а теперь о чем мы с вами сегодня будем говорить. Первое. Любое собрание – это эффективный контакт. Контакт между одним человеком и группой. Это не личное общение. Это общение на уровне сцены все-таки. Поэтому разберем участников этого контакта и их цели. Цели у каждого участника, представляете, свои. Одни у учителей, другие у родителей. Тоже такие родители. Мы с вами обсудим, какие они бывают сейчас. Тренды мировые, которые наша страна, конечно, подхватывает, изменяются, обсудим. Появляются новые типы. Сейчас говорят часто, таких детей раньше не было, были другие дети. И родители тоже становятся другими. Для того, чтобы сказать, провести собрание, надо ответить на вопрос, кто я и мы это упражнение сделаем. Приготовьте, пожалуйста, для этого какие-то инструменты для записи. Это может быть бумага или электронный какой-то носитель. Типы собрания разберем. Определитесь за время вебинара, какой для вас тип ближе, что вы можете выбрать и, соответственно, ввести его именно исходя из этого типа. Тогда будет ошибок, ну или накладок, или неудобств меньше и у вас, и у ваших слушателей. Обсудим, что говорит закон, прямо процитируем, закон образования о правах и обязанностях как учителей, так и родителей, для того, чтобы мы понимали, что мы действуем в правовом поле. Это очень важно сейчас. Мы тоже всех приучаем родителей и нас с вами руководствоваться, конечно, буквой закона. Затем перейдем непосредственно к созданию поля взаимодействия. Как это можно сделать? Какие способы для этого надо использовать? Все мы с вами это обсудим. И вербальные, и невербальные способы подробно. И попробуем, поймете, чем вы уже наверняка пользуетесь, что у вас в арсенале уже есть. Осталось только это активизировать, сказать, ах, так, вот это точно есть у меня. А что можно добавить? И обсудим, что случится, что делать, если все-таки возник конфликт. Эти родители, как мы называем их, особенные родители, сложные родители, какие они бывают, какие есть стратегии вашего взаимодействия с ними. Ну и по традиции будет памятка для родителей, которую вы можете потом переработать или взять в этом же виде и перед собранием размещать их на всех чатах или где-то для того, чтобы оптимизировать само собрание. Итак, начнем. У нас с вами родители, педагоги. Кто мы друг для друга? Кто? И как же нам создать эффективный контакт? Эффективное поле взаимодействия. Не секрет, что часто родители говорят, я вообще не понимаю, о чем она говорит, или какую-то ерунду она говорила, или даже на собрании пишут об этом в чатах. Учитель это не видит, а обсуждение ее уже идет. Вот эти все пункты мы сейчас с вами подробненько разберем. Родители приходят в первую очередь с одной единственной целью – решить проблемы своего ребенка как можно быстрее, как можно эффективнее, как можно с меньшими затратами. Всем хочется это сделать очень быстро. Единственное, бывают такие родители, которые хотят еще доказать, что они хорошие родители. Это тоже такой сейчас тип родителей бывает. Но чаще, конечно, они приходят к тому, чтобы сдать деньги, послушать, узнать успеваемость или про друзей и так далее. А что в это время делаем мы? Мы, педагоги. Мы должны что-то важное донести. Мы должны собрать, спасибо, денежки не собираем, документы. Подписать все бумаги. Что-то там, их побудить. Побудить что-то для чего-то важного. И поэтому специфика нашей работы предполагает собрать эти все инструменты разом. Всех посадить, всем объяснить один раз, все заполнить правильно, расписаться, закончить. Вы чувствуете, что мы не настроены, наши цели не совпадают. Мы не говорим, у нас нет задачи сказать про каждого ребенка индивидуально. Наши цели, ну, конечно, не дементрально разные, но все-таки различные. Это первый подводный камень. Затем, как мы воспринимаем тех, кто к нам пришел? Не важно, какое это учреждение, школьное, дополнительное образование или школьник. Или даже, я вижу, у нас участник есть СПО, среднее специальное заведение. Тем не менее, мы можем воспринимать родителей как скрытый источник проблем. «Ах, это сейчас начнется! О, это так тяжело!» Отсюда как раз и рождается из этой позиции та тяжесть, та невозможность, та трудность решиться и провести это собрание, потому что, может, кому хочется оказаться под градом упреков? Конечно, желающих добровольно это сделать нет. Однако же, нам есть какие-то свои цели, которые мы должны реализовать. Другая позиция – это перед нами заказчики услуг. Долгое время нам об этом говорили, что родители наши социальные партнеры, они также являются заказчиками этих услуг. Ну, хочется сказать, что все-таки образование – это не ресторан. И здесь, а мы не официанты. Чем это отличается? Мы к вам говорим, будем говорить об правовой такой коллизии. Тем не менее, скажу кратко. В законе говорится об услугах, как о дополнительных возможностях предоставления каких-то занятий. Ну, чтобы, грубо говоря, репетицию завести в школу. Основное же образование – детский садик, школа, дальнейшее вступление образования – это не услуга, это обязательное право, которое государство предоставляет. А мы только социальные партнеры государства. Ну, и они могут быть для нас партнерами, родители. Прекрасная, конечно, прекрасная позиция. Хотелось бы в нее попасть. И мы будем искать, как можно ее сохранять, в себе утвердить и сохранить. Своими родителями как партнеров в нашем важном деле. Не секрет, какие же бывают родители. Не секрет, что дети изменились. Гаджеты, время. Все зарабатывают с утра до ночи. Воспитывать, проводить время – это роскошь и так далее. И вот общие, мировые такие тренды, направления перед вами – родительство. Первый – это ребенок-кумир. Это чаще всего единственный ребенок или первый ребенок. Когда родители говорят, я хочу быть хорошим родителем, я хочу делать все правильно. Ко мне, как к психологу, такие приходят родители и говорят, сделайте мне успешного ребенка. Я вам заплачу, я пришел к вам на консультацию. Сделайте мне успешного. Я же что-то делаю, вот я к вам его привел. То есть благополучие самого ребенка, ну, конечно, имеется в виду, но все-таки важно, чтобы у меня был успешный проект. Второй тренд того, что все время родители опираются не на традиции, которые в семье были, как вот заведено, как меня воспитывали, а как правильно из интернета попасть в последнему научному-техническому прогрессу, по последнему достижению и слову. Такие родители говорят, у самого меня воспитывали не так, а я хочу сейчас сделать, вот прямо, чтобы ребенок был без травм, чтобы он был счастлив, чтобы он был со всех сторон хорош. Вот, то есть я об этом думаю, я про это читаю, и я буду делать, как я вот сейчас опираюсь на ту информацию, которую я добыл. Следующая родительница – проблема безопасности ребенка. Не надо даже об этом говорить. Я знаю, что даже в Европе делают целые площади такой безопасного пребывания ребенка, где он учится падать, где он учится какой-то подвижности, потому что в других местах над ним сильно трясутся. Ну и у нас родители, вы сами это знаете, часто приглашают, есть такой прямо, не буду рекламировать, но какой-то такой тренинг, который хотят продвинуть каждому ребенку, донести, как быть, когда тебе страшно или когда тебе опасно, чтобы не попадать. Это, конечно, больше про страх родителей. Следующие родители уже менее удобные, которые хотят сохранять свой ритм жизни, без учета того, что ребенок тоже требует изменения всей системы семьи, его трудности, его успехи, собрания, кружки и так далее. Такая мамочка недавно мне сказала, ну да, надо бы ребенка водить на спортивную секцию, но, знаете, я в это время тоже хочу отдыхать, мне некогда. А когда я буду отдыхать? Я воспитываю его одна и так далее. Что здесь сказать? Что да, мы должны корректировать свое время, свои привычки, исходя из того, что появляются новые члены нашей семьи. Законы. Мы опираемся сами на закон. Этот же свод законов размещен на сайте любого учреждения. Родители нам с вами будут его цитировать, и мы тоже должны уметь цитировать. Об этом мы с вами поговорим. Затем подход к образованию как к бизнесу. Я вкладываю, хочу результат. Действительно, позиции бизнеса, термины бизнеса вступают в наш мир, в тесный мирок образования, достаточно агрессивно и плотно. Вложили деньги, вложили усилия, где результат? Давайте, подавайте его сюда. Наша же деятельность полифакторная. Много влияет обстоятельств на то, чтобы случился успех или не успех. И здесь нет такой прямой связи. Родителям это сложно объяснить. Требования к внешней среде. Все хотят, чтобы было красиво. Неважно, как учат, но чтобы стеночки были покрашены, чтобы крылечко было такое-то. Действительно, этот тренд красоты и эстетики присутствует во всех сферах жизни. Чтобы поликлиника была хорошая, чтобы врач был там красиво одет. Это касается и образования. Самые удивительные родители, которые ждут на равных партнерств от учителя, от педагога, они по умолчанию будут готовы, рады вашей рекомендации, готовы, открыты на коммуникацию. Такие есть, но они не проявляют себя активно. Их сразу не видно. Но точно их большинство. Я в этом уверена. Теперь поговорим о вас. Кто я, как педагог, в роли ведущего? Как меня воспринимают? Для чего они ко мне пришли, чтобы сейчас послушать? Они также могут идти на собрание и говорить, ой, помните об их цели? Узнать про своего ребёнка, только про своего. Ой, сейчас будет что-то кричать, опять что-то говорить, опять что-то навязывать, опять документ подписывать. Они ждут, что будет тоже много негативной информации, от которой хочется избавиться. К сожалению, такие случаи бывают. Мы помним, что нас так могут воспринимать. Я могу быть и обслуживающим персоналом у заказчика. Когда мы находимся в этой позиции, к сожалению, вы по неволе становитесь вкратчивым голоском, заглядывая в глазки, лишь бы только что-то не написали, лишь бы не было скандала, лишь бы там миру мир. Это тоже очень чувствуется. Ментор, такой наставник. Не секрет, что мы при работе с большими коллективами, детскими коллективами, начинаем уже испытывать профессиональную деформацию. Мы привыкли говорить громким голосом, мы привыкли говорить с такими повелительными оборотами речи, мы привыкли наставить на нашей, доносить нашу правоту, потому что такова деятельность наша, специфика деятельности. Мы должны объяснять, доказывать и наставить на каком-то варианте правильном. Это и есть обучение. Но когда касается разговора с родителями, нам желательно избавиться от этой позиции. Мы не в классе с учениками, мы со взрослыми людьми, которые также пришли, такими же взрослыми, как и вы, неважно, они там старше или младше вас, мы в равных позициях, мы взрослые, современные люди. И третье, и последнее, сотрудник. Конечно, это наша с вами мечта, чтобы родители приходили к нам с этой позиции и чтобы мы оставались в этой позиции. Сотрудники, то есть вместе делающие конкретное дело, вместе делающие, идущие к хорошему образованию, к комфортному пребыванию детей в учреждении, для того, чтобы наладить эти все позиции между собой, как бывает в контакте. Если одна сторона изменяется, то другая по неволе тоже приходит в соответствие. Вот к этому я вас сегодня буду побуждать. Итак, мы сейчас пришли к такому моменту, когда мы можем использовать упражнение «Кто я?». Исходя из того, что вы слышали над этим, это называется метод незаконченного предложения, поставьте, ну, хотя бы пять «я-столбик» и напишите «я», когда веду собрание, «я кто?», «я это» и напишите. Если у вас есть возможность поделиться в нашем чате, буду рада. Это упражнение может быть использоваться пошире, можем вообще говорить «я» — это мать, женщина, человек, профессия. Но сейчас мы говорим об узкой специфике. «Я когда веду собрание, я — это кто?». Попробуйте написать. Несколько позиций. «Я когда выхожу к родителям разговаривать, я кто?». Вижу, что нелегко. Конечно, вы можете это отложить на более спокойное времяпрепровождение. Тем не менее, попробуйте. Для того, чтобы эта теория, которую мы с вами обсудили, была не голословной, а начинала касаться уже лично вас. «Посмотрите, в какой вы позиции?». «Я — это кто?» «Наставник». «Я — уставшая женщина». «Я — отбывающая обязательную историю проведения этого собрания». «Я раздражаюсь, что я приду сегодня позже домой». Мы пока продолжим. Итак, исходя из того, вы можете дописывать это упражнение, я пока буду рассказывать вам дальнейшее. В какой бы вы позиции ни были, у нас есть типы собраний, как будто сценарий какого-то фильма. И их не нужно между собой смешивать. Нужно придерживаться этого направления. Первый тип собрания такой установочный. обсуждение нововведений, изменений, изменение условий учебного процесса, переход в новую группу, когда говорится «общие вещи», они перед вами. вы как будто отвечаете на эти вопросы, которые еще не заданы вам, а вы уже на них полномерно отвечаете. То, что кажется для вас само собой разумеющимся, для родителей, при изменении каких-то условий образования или пребывания в учебном учебном учреждении, может вызывать сложности. Поэтому подробно говорите обо всех по пунктам, которые вы видите перед собой на экране. второе. Обсуждение достижений. В конце года нас ожидает, но сейчас уже прошло, слава Богу, тем не менее, ВПРы, отчеты, олимпиады, испытания, вообще завершающие все, весь год, или обучение на какой-то ступени конкретной. Поэтому мы говорим обо вообще регламенте, что можно, что нельзя, какие ошибки. Но когда мы не называем каждого ученика отдельно, то есть то, что боятся, то, что вызывает больше всего негатива, если все-таки вы хотите обсуждения, вот у вас собрание идет по этому типу, приготовьтесь заранее и вынесите достижения или ошибки на листочке, раздайте, потрудитесь перед этим собранием, если вы хотите результата какого-то, то индивидуальные достижения, индивидуальные провалы должны быть адресованы, адресно доставлены конкретному родителю. А в общем и целом мы можем говорить только о процентах, об часто встречающихся ошибках, о том, что хотелось бы сбежать в целом и общем. И третий вид собрания — это мероприятия, походы, какие-то там театры. Чаще всего, конечно, родительский комитет, и здесь не надо себя сдерживать на благодарности, похвалу. Чаще всего родители комитета, такие активные родители, тоже являются таким досадным раздражителем и делают много работы, но не получают такой сатисфакции, похвалы, благодарности вашего доброго слова, которое будет сказано от имени остальных участников вашей группы. Обязательно этим пользуйтесь. И всё же, когда мы с вами работаем в сфере образования, всё наше, всё наше, весь наш процесс, вся наша жизнь регулируется законом. Итак, наш закон, статья 44 в образовании, это федеральный закон, говорит о том, что родители имеют преимущественное право, преимущественное они обязаны заложить и обучение, и воспитание, и все всевозможные стороны развития личности ребёнка именно они. Поэтому, когда они говорят нам, ну, такие бывают в жизни встречи, что я работаю, а вы вот учились на это, вот вы и воспитываете. Мы говорим, прекрасная позиция, прекрасно, но, опираясь на статью 44, мы вам напоминаем, что ребёнок преимущественно должен обучаться и воспитываться именно родителями. что же мы тогда должны делать по закону? А мы являемся помощниками. Мы оказываем помощь кому? Родителям. Когда вы ведёте собрание, когда вы находитесь на встрече с родителями, когда вы вступаете с ними в индивидуальный контакт, помните, что вы оказываете помощь родителям, опираясь на наш закон, не больше и не меньше. На этой статье хочу остановиться особо. Так бывает, что в нашей стране в последнее время, не всегда, в последнее время сложилась такая практика, что именно школа или детский сад или какой-то доп. учреждения, учреждения по образованию являются крайними. Даже если ребёнка не было, даже если что-то случилось с ним близко к этому учреждению или прямо в стенах, или вообще его не было, начинают проверять педагога, всё учреждение педагога. Поэтому родители начинают пользуясь вот этим трендом, родители начинают себе позволять совсем некорректное или такое потребительское отношение к педагогам. И так нас мало поддерживают другие структуры, оставляя один на один и с ведением занятий, и с документацией, и с поведением и воспитанием детей, и ещё и с родителями. Так вот, родители обязаны, это их обязанность, не права, не пожелания, не рекомендация, обязаны уважать честь и достоинство работников организации. Вы на это можете ссылаться, когда Вы почувствуете, что что-то пошло не так. К сожалению, неприятные инциденты бывают и в соцсетях, и лично, оставляя педагога совершенно незащищённым. Все рычаги у него забрали, но хотя бы какие-то статьи, Вы на них можете ссылаться и себя лично защищать в свою честь человека и педагога. На этом первый блок мы завершили. Если у Вас есть вопросы, готово смотреть сейчас в чате. Если у Вас вопросы, так, вот вижу, что Вы отвечали. В какой позиции Вы находитесь? Я как кто? Сотрудник и ментор и доброжелатель, помощник, наставник. Я это психолог, это профессиональная среда, такая идентичность. А вот кто Вы как роль? Какая? Участник, собседник, слушатель, конфликтолог. Мы к этому вернёмся, очень важное замечание. я помощник, друг, старший товарищ. Очень хорошо. Хорошо сказать, что вы старший товарищ. Закрепляйте с собой вот это право. Я фасилитатор, то есть поддерживающий. Помощник, наставник, собеседник. Очень хорошо. Вопрос возникает как сопротивляться нападкам со стороны родителей. Я прежде всего гражданин. Как сопротивляться нападкам родителей, спросила у нас Марьяна. Очень важно, чтобы вы в первую очередь заняли свою позицию. Своя позиция, то есть в том, чтобы вы себя чувствовали не обслужащим персоналом, не таким изможденным вожаком, а прежде всего помощником, профессионалом, оказывающим помощь в их деле воспитания и образования. Если вы это будете делать, так себя чувствовать, то все остальные способы, вы по неволе в них войдете. Говорят также в чате, я считаю, что администрация не защищает от родителей. Действительно, мы еще к этому продолжим и вернемся, действительно, это так. И я сама была в этой ситуации, когда администрация говорит о том, что сошли здесь на свой личный опыт, на свой личный диплом, да, вот так вот вы должны себя вести с родителями из прокуратуры и так далее. Действительно, дорогие мои педагоги, сейчас мы с вами говорим о некоторой косметической такой процедуре, как нам себя почувствовать. Действительно, вы часто оказываетесь без поддержки. И вот наша самая встреча как раз говорит о том, как себе можно оказать самопомощь, свою поддержку, как можно себя реанимировать или восстановить в правах. И так создание поля взаимодействия. Вот это наша позиция, которую мы сейчас с вами обсудили, кто я для них, кто они для меня. Ага, приятное дополнение, что также мы можем быть волшебницами для наших детей. Интересно, не хотелось бы быть волшебницей для родителей, а то они вдруг замечтают слишком много. Также мы обсудим вербальные способы и вербальные способы взаимодействия. Первое. Невербальные способы. Когда вы вступаете в контакт с родителем, каким бы он не был, в глаза, потому что это читается как ваша сила и настойчивость. Открытая позиция тела, это когда вы не складываете руки, не отворачиваетесь, вы вступаете лицом к лицу. Ощущение свободы в теле также считывается, если вы зажат, напряжённый, вы поджимаете плечи в ожидании удара, словесного или другого какого-либо, ну уж не будем говорить про физические истории, хотя, к сожалению, такие прецеденты у нас есть. И, конечно же, улыбка. То есть вы старшие товарищи, вы помощник, вы не берёте на себя грустных проблем, а вы помогаете им заниматься своими детьми. Итак, о технике улыбки хотел бы поговорить особо. Эта техника позволяет вам озарять окружающих. И поэтому мы с вами представляем свою улыбку во лбу, она как будто светится за нас, улыбается уже наше лицо в районе рта техника улыбки. Это может быть непосредственно улыбка. И в груди здесь тоже у вас должно улыбаться для того, чтобы вы себя чувствовали уверенно на собрании. безусловно. Безусловно, это состояние достигается сразу, его нужно репетировать, тренироваться непосредственно до встречи с родителями. Но уверяю вас, ваше самочувствие, когда вы будете улыбаться, обмен веществ улучшится, гормоны будут вырабатываться, смайлики можно себе помочь так же. И это будет чувствоваться. На вас уже не захочется нападать. Техника «Я солнышко». Солнце светит на всех одинаково. Помните сюжет песни? И на грязь, и на тех, кто ругается, и на тех, кто благодарит, и тех, кто растёт. Просто обогревает своими лучами. Так и вы, когда вступаете в контакт родителей. Вы просто на них светите своим, знаниями, своим опытом, которое у вас уже накоплено, своим отношением, что вы где-то сочувствуете, где-то за них радуетесь. И просто их озаряете. Не вникая на этих буду светить, на этих не буду светить. Нет. Как солнце. теперь вернёмся к вербальным способам взаимодействия. С точки зрения документации мы должны цитировать в ГОС, в Федеральный стандарт опозывания. Если мы говорим просто, таким просторечным языком, нас считают не совсем профессионалом. как же нам говорить? Как? Я помню одну группу девятиклассников, когда я пыталась ещё на заре своей карьеры, ведения уроков психологии, донести какую-то мысль свою простоличным языком, и говорю, а вот здесь посерёд, вы можете поставить там чёрточку. И это посерёд меня долго преследовало от этого класса. Они перестали воспринимать мою другую информацию более серьёзно. Поэтому здесь нужно держаться золотой середины. Официальный деловой стиль смогут не понять. Какой-то простоличный язык снизит вашу экспертность, вашу позицию. Пропишите какие-то фразы заранее, чтобы быть понятным, но тем не менее официальным. Для того, чтобы начать это говорить, у нас с вами есть техника, что у нас общего. Вы помните, наверняка вы как педагоги, как психологи, здесь я вижу у нас коллеги, бывает упражнение фопеля мы делаем, для того, чтобы объединить группу детей, поменяйтесь на стульчике, кто сегодня умывался, поменяйтесь те, кто сегодня готовил уроки, поменяйтесь стульчиками, местами те, кто и так далее. Мы ищем общее, и таким образом группа начинает друг друга чувствовать. Так и здесь. И я сегодня с вами начала с того, что да, у меня есть общее и с родителями, я работаю мамочкой детей, школьников и дошкольников, и все же в то же время у меня есть общая деятельность с педагогами. Заранее внутри себя поищите, что у вас общего с этими родителями, кого-то тоже столько же детей, сколько и у вас, кто-то близок к вам по возрасту. Затем напишите на листочке их имена, фамилии. У меня с этим всегда сложно, отчество мне запоминать сложно, поэтому я правда делаю себе шпаргалку, положить его заранее. Не сдерживайте себя на комплименты. Это не лесть, это просто расположение позитивного общения. И отдельно хотят сказать о рамках, плечевые рамки, так называемые, техники. Я сообщение, это придумал такую формулу Домас Гордон, которая говорит, что сначала мы говорим о себе, чтобы стать понятными, мы говорим о себе. Я вставляем чувство, название чувств, не мысли, когда мы это проводили с родителями и с педагогами. Чаще всего идёт подмена «я думаю о чём-то». Нет. Эта рамка говорит именно, что я чувствую, я очень расстраиваюсь, когда ваши дети опаздывают. Я испытала обиду, когда на нулевой урок пришло мало людей, а я-то пришла. Или я чувствую восхищение, гордость, когда наши дети на субботнике пусть под громкую музыку или так далее, всё-таки убрали очень много и кидали мешки с листвой. То есть речевая рамка здесь «я», своё чувство и какое-то действие. Что бывает здесь ошибкой? В том, что мы от детей часто испытываем как раз негативное чувство пусть их надеюсь, что их меньше конечно в нашей деятельности, тем не менее они ярче негативное чувство и накапливаются, сильнее ранят. И встречаясь на детей, мы не можем их вылить, потому что мы привыкли сдерживаться, мы привыкли быть корректными. Ну и вообще это как-то нехорошо. И видя родителей «А, вы мама того-то», «Ах, вы то-то-то», мы поневоле изливаем свое негативное переживание, раздражение, обиду, даже гнев какой-то на действия детей. Родители — это другое лицо, и поэтому здесь нужно именно сообщать о себе. Я, чувство, когда то-то-то-то-то. Тогда вы не говорите, что это ваш сын, что-то там сделали. Эти мы с вами оттолкнем, оттолкнем, и не будет диалога, не случится взаимодействие эффективное. Придерживайтесь вот этой рамки. Действительно, мы должны сообщить, мы не можем это замалчивать, но это надо сделать более в корректной форме. Еще одна речевая рамка, так называемый сэндвич. Принцип сэндвича понятно. Что-то важное в середине, а сверху, снизу котлетка, а сверху, снизу у нас хлебушек. Здесь то же самое. Сначала хорошее, затем то, что хотелось бы изменить, не как критика, а то, что я бы хотела, я думаю, что будет полезно сделать по-другому. Зима 5 хорошее. Скажу по себе, что это наиболее такая для меня сложная техника, но если тренироваться, то все возможно. про тон мы уже говорили с вами, можно также сказать сразу во вступительной речи, когда мы ищем что-то общее, что дорогие родители, привыкла говорить громко, если вам покажут, что я повышаю голос, нет, я пытаюсь донести свою мысль до последних рядов. Относитесь к этому с юмором и помните, что перед вами взрослые люди. Ну и техника коэффициент Лосада. Был такой ученый, по-моему, бразильский, он посчитал, там есть опыты, что чтобы сохранить баланс, это не значит один плохой, одно хорошее, тогда баланс не сохраняется, а чтобы сохранить именно баланс, когда качелики и весы стоят ровно, должна быть три похвалы, один упрёк, три похвалы, то есть один к трём. Пользуйтесь этим правилом, таким числом Лосада его называют, когда вы ведёте собрание, чтобы от вас шло больше позитива и тепла. Ясно, что это сложно устроить впервые, потому что действительно накопилось много негатива. Чем вы сейчас вы выльете, тем вероятнее, что к вам будет меньше ходить, а мы же хотим донести сразу, чтобы решать свои цели, свои задачи, поэтому поддерживайте с помощью этого числа Лосада позитивный настрой. Так, теперь что говорить? Мы помним с вами о видах собрания, такие, и поэтому мы с вами можем обсуждать только общие вопросы, касаемые, актуальные для всех, вопросы возраста, мероприятия, изменения, а дизайн достижения только формат. Напоминаю вам про это, чтобы не было соблазна опять скатиться для обсуждения конкретного человека при всех. Если все же случился конфликт, если попался такой родитель, который с яркими реакциями, скажем так, корректно, говорит, ой-ой-ой-ой-ой, опять она пришла. Во-первых, напишите заранее себе, кого вы боитесь или кого вы опасаетесь, или кто кого меньше приятности возникает у вас при взгляде на родителей. Напишите какой-то тип, опираясь на эту классификацию, и чтобы вы могли сразу заранее сказать. Итак, рэки может приходить конфликт, чтобы конкретно решить, он сразу начинает рубить с плеча, и поэтому хочет получить быстрый результат. Быстро у меня мало времени, так-то, так-то, что там такое, подписать, все сказать, все решение, какое предлагать решение, привет. Или просто побулькать, ах вы, моего, кто-то там пошел, и вот это эмоциональный реакция. С одними мы говорим быстро, подстраиваясь, с другими дадим выписк эмоций. И вот перед вами стратегия поведения в конфликте, она опирается на то, что вы должны услышать, подстроиться под каждого обращающегося к вам, и, исходя из этого, принять свою стратегию поведения. Чаще всего это получается интуитивно, вы чувствуете, наверняка вы этим пользуетесь, просто мы это сейчас обобщим, чтобы в голове был порядочек. Перед вами они написаны по цветам, и вы можете сразу их как-то для себя так внутри называть и подстраивать свое поведение. Конечно, это тоже некоторые затраты, затраты, эмоциональные, под тех подстраиваться, под этих услышать, это эмпатия, которая проявляется в действии, не просто как средство с такая история характера, ваша особенность, а то, как нужно проявлять себя в коммуникациях. Но все это возможно. Итак, я бы хотел остановиться на вот этом красной группе родителей конфликтных, когда они жестко, достаточно грубо, прямолинейно даются перехватить у вас инициативу. Ваша задача, опираясь на закон или снизить темп речи, говорить четко, уверенно, не дать перехватить у себя инициативу, опираясь на свой профессионализм и компетентность. Важен статус и они создают самую нам наиболее сложную для взаимодействия категорию родителей. Потому что наш статус сейчас неясен. Закону одно, в жизни другое, администрация третья, неизвестно что. Поэтому старайтесь также опираться в помощи «Кто я?» «Я самый лучший профессиональный педагог с опытом и так далее». Кратко пред вами в качестве шутки, но тем не менее, чтобы вы ярко запомнили правила взаимодействия от нашего бессменного Глеба Жеглова. Тема, которая интересна всем, но без четкости. Внимательность и искренний интерес к тем, кто к вам пришел. Конечно же, улыбайтесь. Итак, наша система образования, как любой институт общества, отражение общества. К сожалению, у нас сейчас многие родители считают нас с вами чем-то между официантом и продавцом. Но, напоминаю, опираясь на букву закона, все-таки образование у нас не является услугой, а только лишь дополнительные занятия являются услугой, которую школа может продавать. Помните сами об этом. А у вас миссия, миссия воспитания, миссия педагогическая, миссия и здесь случайных людей не бывает. То, о чем говорили в чатах, администрация чаще всего не встает на нашу сторону, чаще всего. К тому есть многие факторы административного характера, той самой же администрации и так далее, и так далее. Поэтому сейчас мы с вами каждый за себя. Да, сами должны отставить свое честь и достоинство. Сами помнить, что мы не продавцы на рынке услуг, а педагоги с большой буквы. Мы детоводители, так переводится педагог. и с этой высокой миссией разговаривайте с родителями. Специально под занавес нашей встречи, нашего бинара хотел бы процитировать инцидент, который случился в нашей стране. Педагог смогла отстать свое честь и достоинство, и родители оштрафовали. Как это было? Для прокуратуры скриншоты. И вот есть статья у нас, по которой можно привлечь родителей за оскорбление. Иисус стал на сторону женщины, педагога. Чаще всего мы слышим, ну, так скажем, обвинение и упрёк, что мы не заинтересовали, что мы не нашли ключик, что мы что-то там не сделали. Вы опираетесь внутри себя, в первую очередь внутри себя, что вы не анимация, к вам не приходят в развлекательный центр, да? А это труд. Эту новость, я в кавычках говорю, выносите и до родителей, что это труд. Да, есть маленькие нюансы, вы вводите физминутки, что-то там игровое, сюрпризные моменты, тем не менее дети должны уметь прилагать усилия. Это ключевой момент для того, чтобы они стали успешными. В заключении нашей встречи памятка, которую вы можете раздать родителям, сбросить её в чат или заинтересованным родителям, или родительскому коллективу, активным родителям, для того, чтобы они собрали интересующие вопросы, собрали и предоставили их заранее вам перед подготовкой. Вы также можете там на повестку вынести, что у нас будет такая-то, такая-то, такая-то повестка. К сожалению, практика показывает, что мало что можно планировать в наше время. Мы живём в эпоху перемен, и каждый день нам несёт сюрпризы. Тем не менее, что-то есть постоянное, которое мы можем заранее спросить и вывести. Учля-предметники или узкие специалисты, называются в дошкольном учреждении. Вы также можете отобствовать эту ситуацию с родителями заранее. Идите сами вперёд на эти острые вопросы. Пытайтесь не скрывать от них, а спрашивайте вперёд, к какому предмету у нас больше всего вопросов. Нет, тогда это ваша частная история, тогда мы сами сможем решить в индивидуальном порядке. Больше часа сами старайтесь не задерживаться. И если вы как-то переживает, что-то не получается, старайтесь всё сказать, что в частном порядке приходите в оговорённое время, ещё разок для тех, кто не смог, а всё-таки очень хочет, я назначаю дублирующее время, запасную встречу. Всё, другое время меня не беспокоит. Уточните у своих одноклассников, подбросите повестку или итоги собрания в чат общий. На этом всё. вот, пожалуй, всё. сейчас готова ответить на ваши вопросы. Если они есть, у нас ещё одна минутка осталась. Большое вам спасибо за обратную связь, что вы оцениваете нашу встречу так высоко и считаете, что материал будет вам полезный. со своей стороны хочу вас поздравить с наступающим праздником, пожелать отдохнуть на этих выходных, действительно отдохнуть, привести время с семьёй. Ну, а я передаю слово Татьяне.